Раннее утро, а Татьяна Алиник уже спешит на помощь тем, кто в этом по-настоящему нуждается. Она почетный донор. За свою жизнь сдавала кровь 50 раз. В акции Всероссийская суббота доноров принимает участие ежегодно. Вот и в этот раз в отделение переливания крови Одинцовской ЦРБ Татьяна Викторовна пришла первой, чтобы успеть до начала рабочего дня сделать доброе дело. Для Веры Васильевой донорство – неотъемлемая часть жизни. Она посещает отделение по 3-4 раза в год и делает это безвозмездно. Свою кровь женщина сдавала уже 60 раз. При этом ее донорский опыт начался еще в 18 лет. Для Веры Мартыновны это важно. В Одинцовском округе более 700 человек награждены нагрудными знаками почетных доноров. В больнице их называют штатными донорами. Всероссийская акция проводится ежегодно. Каждую первую субботу августа. Банк крови функционирует независимо от периода года. Болезни находят людей. Поэтому круглосуточная готовность к обеспечению компонентами крови – это для нас основная задача. Для поддержания запасов крови на базе Одинцовского отделения 4 раза в год проводятся дополнительные донорские акции. Поэтому те, кто не успел принять участие в субботе доноров, могут сдать кровь в сентябре этого года. Акция пройдет 11 числа. Приглашаем всех желающих поучаствовать и спробовать себя в новой роли. Для тех, кто никогда не сдавал капельку свою, не делился частичкой души и тела. Но и ветеранов донорского движения, кто приходит регулярно. Для работы с донорами существуют строгие правила. В отделении проводится карантинизация, в процессе которой определяют, имеет ли донорская кровь скрытые инфекции. Этот способ гарантирует использование только здоровых компонентов крови. Свежезамороженная плазма, она хранится при минус 40, имеет длительный срок хранения до 3 лет. Соответственно, имея такие возможности по сроку хранения, есть возможность повторного обследования донора в этот период, чтобы исключить передачу каких-то инфекционных заболеваний, которые могли находиться в скрытом состоянии на момент первичного обследования. С каждым донором проводится врачебный опрос на предмет наличия хронических и онкологических заболеваний, а также проведенных операций. Выявление отклонений в состоянии здоровья влечет постоянное либо временное отстранение от донорства. Для нас главное, чтобы наши доноры были самыми здоровыми, лучшими из лучших. Если в течение 30 часов в донорской крови выявят инфекцию, такой материал утилизируют. Кроме того, для донора обязательен строгий режим питания. За три дня до сдачи крови нельзя есть жирное, острое, молочное и, конечно, употреблять алкоголь. А после, наоборот, нужно пить много воды и есть сладости для восстановления. Тогда ваша донорская миссия принесет настоящую пользу. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.